Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Murder Mystery 2. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка на него вместе со скриптом будет в описании. Буду по-прежнему использовать свой личный чит под названием Star. Также здесь в честь 23 февраля вышло новое обновление. Изменил немного цвет панелек. Также вот здесь добавилась гибка. В принципе, довольно прикольная. И вот здесь вот котик стреляет из автомата. Я думаю, тоже прикольно. Вот, вы можете скачать, в принципе, все проверить, все протестировать, все посмотреть. Так, ну, теперь, чтобы нам активировать скрипт, нам нужно нажать кнопочку Inject. Нажимаем на нее. И ждем, пока у нас загрузится. Сейчас появляется сайт, вы его закрываете. Вот здесь появилась кнопка Easy Exploit. Все отлично. Это значит, мы заинжектились. Как видите, краша нету. Все отлично. И теперь вот здесь вот это стираем. И после этого вставляем скрипт записания. И нажимаем Exclude. Все, вот он появился. Теперь переходим в Local. Здесь вы можете выбрать свою скорость бега. Как видите, работает. Давайте уменьшу. И так же прыжок. Как видите, тоже работает. Потом No Clip. Включили. И смотрите, чтобы пройти сквозь забор, нажимаете E. Все, вы проходите. И так же на E отключаете. Чтобы он перестал работать. Так, Anti-Aвк. Ну, в принципе, вы тоже знаете. И Die. Идем дальше. Game. Здесь можно посмотреть, кто играет за убийцу и кто за шерифа. Вот сейчас мне написало, кто играет на данный момент за убийцу. Давайте пока сюда уйду. И нажимаем. Узнаем, кто шериф. Так, ну шерифа, скорее всего, уже убили, потому что его не показывают. Тогда смотрите, если шерифа убивают. Заходите. Ой-ой-ой. Чуть на убийцу не попался. Так, ладно, давайте оббежим быстренько. И сейчас покажу. А, все ясно. Оружие уже подобрали. Короче, смотрите, когда убивают шерифа. Вы просто заранее, даже когда начинается матч, вы включаете вот эту функцию. И как только убьют шерифа, вы сразу подберете его оружие. То есть, это все будет автоматически. И также можете, в принципе, если вам не нравится, как он там будет подбирать поавтоматически, это оружие. Вот, как видите, все сработало. А вы можете просто нажать вот кнопочку снизу, и он тпкнется и подберет. Так, уходим. Ой. Вот это я плохо сделал. Так, подождите. Экстренные меры. Нам нужен флай. А флая, походу, нету, да? Так. Тогда. Ладно. Тогда, если у вас такая же ситуация случилась, как у меня. Заходите в фаст-команду и включаете Infinity Jump. Как видите, все работает. Отлично. Все, теперь заходим. Пока я не вижу убийцу. Но где-то тут ходит. 100%. Так, почти убил. Немного прокосил. Опять мимо. Так, обходим. Неудобно, конечно, стрелять. Так, ну я так понимаю, меня там сейчас будет ждать засада. Давайте здесь вот обойдем. Опять мимо. Что-то не везет мне сегодня. Опять не попал. Также, ладно, смотрите. Пока остановимся. Здесь есть еще функция. Автофарм монет. То есть, смотрите, у меня сейчас фул собран. Рюкзак. Так, но когда он у вас не полный, вы включаете эту функцию. И он будет тпхаться на монетке. Так. Все, забегаем. Все, отлично. Мы победили. Вот он остался. Получается, скорее всего, мы с ним вдвоем живыми остались. Всех остальных он успел убить. Вот. Но также, в принципе, если вам не везет. И убийца уворачивается от ваших выстрелов. То, в принципе, можете просто потянуть время. И как только время закончится, вы победите. Можно, в принципе, так сделать. Также, телепорт. Можно выбрать, куда вы хотите тпхнуться. Вот, тпхнуться на мап. То есть, на начальную локацию на спаун. Потом. Тп офф мап. Это, получается, та карта, которая загрузится. То есть, та локация. Так. А, нет, я все перепутал. Извиняюсь. Телепорт ту спаун. То есть, телепорт на спаун. Вы тпхаете сюда. Потом. Вы можете тпхнуться на карту. То есть, как видите. И, по-моему, офф мап. Это под карту. Типа. А, это на карту, получается. То есть. То есть, первый телепорт. Вы тпхаетесь на саму карту. И потом на карту. Которая вот эта вот локация загрузилась. В принципе, прикольно. Также можете телепортироваться к какому-нибудь игроку. Давайте, в принципе, проверим. Так. Давайте напишем ник. Так. Вроде правильно. Да. И нажимаем телепорт ту плеер. Как видите, работает. И также, кстати, мы сейчас автоматически подобрали оружие. Так. Ну, тут вроде бы все. Вы можете, кстати, сменить здесь еще цвет. На какой вы хотите. Какой вам будет удобен. Так. Ладно. Давайте сейчас этот раунд доиграем. И на этом закончим. Так. Кто там убийца? Я забыл. Давайте узнаем. Ага. Все. Я понял. Так. Обходим. На всякий случай. Конечно, плохо. То, что не показывается убийца. Вот. Но. Может быть, для кого-то этот скрипт будет интересен тем, то, что вы знаете название убийцы, но не знаете, типа, его скин. То убийцы я до сих пор так понять и не могу. Давайте, ладно, посмотрим. Пока. Какие тут есть еще функции. Может быть, я что-то пропустил. Так. Здесь информация кредиты. Это понятно. Так. Здесь я все показал. Здесь тоже все показал. Ну, давайте, в принципе, сменим цвет. Текст колор. То есть, цвет текста. Как тут его выбрать. Походу, он не меняется. Наверное. А, так же, кстати, можно свернуть гуи. Выбирайте, на какую кнопку хотите его свернуть. Вот, на данный момент я выбрал Q. Я нажимаю Q. И, как видите, он пропадает. Это вам будет удобно, когда вы будете играть. И, на кью нажимая, он опять возвращается, как видите. Так же, кнопочка дострой гуи. То есть, эта кнопка уберет, полностью закроет ваш скрипт. И, чтобы заново его открыть, вам нужно будет его заново активировать. Так, ну, давайте, в принципе, попробуем разобраться, как тут включить свет. Либо у меня просто багнулось. Либо его нельзя выбрать. Давайте, ради интереса. Сейчас попробую еще раз. Активировать. Так, вот он появился. Так, заходим опять сюда. А, вот, смотрите, тут что-то появляется. Вот, все, все работает, оказывается. Просто у меня вот эта вот панелька уходила за мой экран. Так, ну, как видите, смотрите, все работает. То есть, текст цвета меняется. Можете поставить голубой, там, синий, красный. Желтый, какой вам, в принципе, будет прикольнее. Давайте я поставлю... Лаймовый цвет. Вот. Либо это светло-зеленый, либо это лайм. Потом нажимаете суммбит. Как видите, все работает. И также вы другие цвета здесь тоже можете выбрать. Ну вот, цвет мы, в принципе, поменяли. Как видите, чит даже как-то преобразовался, красивее стал. Вот. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Айзбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.